Мировые бренды каждый год представляют свои коллекции новейшей мебели. Лалилу не постесняются похвастаться своими экземплярами – сладким диваном, столиком из карамели, вафельным шкафом и другими вкусняшками. Выдалась свободная минутка, и можем запарить себе лапши. Почему нет, куколка? Ты хочешь себе диван? Пищевым клеем между собой соединяем блоки из лапши. Соединяем две половинки, и вуаля, диван готов! Девочки и куклы оценили новый диван для игры. Ой-ой, кажется, сейчас начнутся голодные игры. Нужно было застраховать наш диван от прожорливого брата. Эх, ну что теперь поделать? Приятного аппетита! Склеиваем края лакрицы пищевым клеем. Должно получиться кольцо. Когда у нас соберется 4-5, можем соединить кольца в бортик бассейна. Из вафельного коржа вырезаем дно бассейна. Подгоняем вафлю по форме. Склеиваем все элементы между собой. Чем бы оригинальным наполнить бассейн для Лол? Как насчет ММДЭМСа? А что звучит аппетитно? Малышка Лол уже ждет не дождется, чтобы протестировать свой новый бассейн. Похоже, мы нашли настоящую фанатку сладкой жизни. Делим пополам бисквиты. Сперва соберем сидение из нескольких частей. Начинаем формировать стенки. Задняя стенка вышла слишком высокой. Давай выровняем ее и уберем неровности. После примерки отрезаем выступающую часть. Сладкий каркас готов. Подготовим муку. Хорошенько разминаем мастику. Скалкой раскатаем до тонкого блинчика. Накрываем бисквитные блоки мастикой и подгоняем края. Выравниваем стенки и убираем лишнее. Чтобы не образовывались трещины, смачиваем обивку водой и затираем потрескавшиеся участки. Кондитерским клеем смазываем подлокотники и спинку дивана. Украшаем диван сахарными сердечками и кондитерской посыпкой. Что у нас на ужин? Диваны? Кто-то опять провинился? Ну ладно, попробуем. У меня что, диван средней прожарки? Почему я не могу даже укусить? Ты что, у тебя же обычный диван. На, попробуй мой. Ммм, очень вкусно. Лучше я продолжу жевать свой. Нарезаем вафельный корж. Примеряем ножки из молочных трубочек. Обрабатываем край трубочки пищевым клеем. Ножницами в углах делаем небольшие отверстия для ножек. Зафиксируем опоры из трубочек. Нанесем еще немного клея и прикрываем каркас вафельной крышкой. По боковым торцам намажем топленый белый шоколад. Искупаем наш стол в кондитерской посыпке. Кондитерская мебель. Что может быть круче? Можем собирать гостей за сладким столом. Расставим посуду. Это будет первый банкет, на котором вместо десерта гости будут есть стол. Разрезаем вафельный корж. Заднюю стенку, две боковые и пару перегородок. Пищевым клеем соединяем детали между собой. Установим нижнюю и верхнюю перегородки для обуви и головных уборов. Поставим перекладину для верхней одежды из соломки. От вафли отсоединяем одну секцию и очищаем от крема. Ножом делим чистую пластинку пополам. По размерам подходит. Можем вклеить дверцы. На пищевой клей установим ручки для обувного шкафчика. Съедобный шкаф готов. И можно развешивать вешалки для кукол. После сушки есть, где собирать всю одежду. Ну а когда вся одежда выйдет из моды, можно полить шкаф клубничным джемом и съесть от крышки до крышки. Как вкусно, лишь бы туфельки в зубах не застряли. Для следующей поделки нам понадобится сахар. Засыпаем столовую ложку сахара в блюдечко. Разбавим небольшим количеством воды. Теперь подготовим горелку. Нам хватит и свечки. Сироп начинает кипеть. Значит, осталось недолго. Не забываем помешивать ингредиенты. Смотрите, масса густеет, и карамель уже стала темного оттенка. Можно переходить к формированию столика. Равномерно выливаем массу на целлофановый пакет. Как красиво, так похоже на янтарь! Оборачиваем пленкой с карамелью фужер. Пока карамель полностью не остыла, можем скорректировать форму. Теперь, когда карамель застыла, освобождаем столик от пищевой пленки. Нужно быть очень аккуратным, ведь карамель в таком состоянии довольно хрупкая. Какой необычный стол у нас получился. Этот столик мог бы стать экспонатом выставки современного искусства. Похоже на переливающуюся лаву. За таким столом должен проходить вечер при свечах. Что-то так захотелось мороженого! А это еще что? Я, конечно, все понимаю, но разве морозилка лучшее место для ужина? И лол, ты что, съела все мороженое? Давайте поскорее раскроем пачку желейных мишек и приступим к созданию съедобного ковра. Посмотрите, тут собралась целая толпа, и все подпевают «Someone's like you». Адель покорила не только сердца людей, но и мишек. Пищевым клеем смазываем медвежонка и ищем ему пару. Бок о бок становятся мишки, и вот их уже стена. Вернее, ковер. Мягкий и сладкий. А как на нем здорово танцевать! Можно даже попробовать сделать лунную походку. Желейный коврик – новое слово в домашнем уюте. Дальше нам понадобится соленая соломка. Сперва сделаем ножки с креплением для сидения. На перекладины поставим печенье и можем устанавливать подлокотники из соломинок. Отрезаем половину печенья и клеим ее вместо спинки. Кресло готово. От вафельной до бельевой корзинки – лишь один шаг. И этот шаг – наличие ножниц. Сперва убираем все лишнее с верхнего края. Срезаем внутренние перегородки. Теперь корзинку можно заполнить не только кремом, но и кукольными вещами. Наконец, куколка может донести стирку до сушки, не роняя их каждую минуту. Склеиваем попар на подушечке маршмеллоу пищевым клеем. Когда соберется достаточное количество зефирок, завяжем вокруг конструкции розовый бант из атласной ленты. Зажигалкой запаяем края. На проволоку, как на шпажку, насаживаем сладости, загибаем углы проволоки и крепим к сидению. Что подойдет нашей красотке? Хм, ей совсем ничего не нравится. Но вот взгляд Лол упал на новое сверхмягкое кресло. Кажется, это любовь с первого взгляда. Лол, только верни его потом на место. И без надкусов. Если тебе понравилась наша вкусная мебель, ставь лайк и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые идеи на канале Ла-Ли-Лу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok